На прошлой лекции мы с вами остановились на вопросе о развитой турбулентности. Задача Колмогорова и Обухова выглядела следующим образом. Есть какая-то довольно обширная среда, в которой эта развитая турбулентность имеется. Развитая, значит, интенсивная, с большим числом рейнольца. И в среднем эта ситуация является стационарной и изотропной. Выяснилось, что она также является самоподобной. То есть есть некоторый инерционный интервал, в котором все происходящие процессы не зависят от вязкости, а определяются только динамической передачей энергии от вихрей одного размера к вихрям другого размера. К сожалению, такая постановка задачи встречается не очень часто в природе. Гораздо чаще встречается при поверхностное течение турбулентное. Но это может быть течение воздуха вблизи крыла или поверхности самолета. Или это может быть течение воды с большой скоростью по трубе. То есть задача стоит таким образом, что есть какая-то поверхность, мимо нее течет поток со средней скоростью U от Y. Вот это координата Y, вот это координата X. Но это течение является турбулентным. Это означает, что там какие-то вот такие вот вихарьки имеют место. И требуется выяснить, как происходит передача импульса, как происходит трение этого крыла самолета о воздух или же наоборот воды, текущей по трубе о стенке. То есть вот это называется задача о приповерхностном турбулентном течении. И в отличие от задачи Колмогорова-Обухова, здесь ключевым параметром является не энергия, которую мы заканчиваем в эту турбулентность, а именно передаваемый импульс. То есть вот пусть у нас имеется труба. Достаточно длинная, с турбулентным течением и средним течением вдоль этой трубы. Ну такая разумная постановка задачи состоит в том, что на длине этой трубы прокачивание жидкости происходит за счет того, что мы поставили какой-то перепад давления. И труба длинная и краевыми эффектами входа и выхода можно пренебречь. В этом случае вот от этой координаты вдоль трубы зависеть ничего кроме давления вроде как не должно. На самом деле от абсолютного значения давления тоже, конечно, зависимость может быть. Например, в тот момент, когда вот эта турбулентность порождает внутреннюю кавитацию, да, когда давление там падает ниже атмосферного, тогда там как-то может сильно измениться условие. Условие, значит, ну то есть давление меняется. Здесь оно большое, здесь маленькое, да. Утверждение заключается в том, что турбулентность при этом, характер турбулентности от X не меняется до тех пор, пока давление не упадет, вот так сказать, внутри до величины ниже атмосферного и там не будет появляться пузырьки. То есть вот мы говорим, что пузырьки мы рассматривать не хотим, тогда считаем, что от X зависит только давление. ДППДХ, П штрих меньше нуля, да, тут больше давления, тут меньше давления, для того, чтобы все текло направо. Из третьего курса вы помните общее уравнение Эйлера, которое может быть записано в векторном виде. Для скорости V, родовый ИТПДТ равняется минус ДПИКТПДХКТ, но в данном конкретном задаче силы тяжести не важна, поэтому рожей тут не дописываю. Вот АПИКТ, это П на дельта ИКТ плюс РОВИВКТ. Ну там можно еще добавить тензор вязких напряжений, то есть вот это для идеальной жидкости, тензор плотности потока и импульса. Ну и там, если поскольку жидкость у нас не идеальная, а вязкая, там могут быть какие-то еще вязкие добавки. Но, как я уже говорил, если мы рассматриваем вязкую жидкость, в смысле развитую турбулентность, то вот этим вот слагаемым вязким им можно везде пренебречь, кроме каких-то конкретных мест, где его надо учитывать. Итак, значит, это уравнение должно описывать все течение вместе с завихрениями. А среднее течение по трубе, вот это вот у от радиуса, оно, это какое-то среднее течение, и, значит, определим, что у, это равняется vz, vx, среднее по времени, да? Вот из-за того, что течение непрерывно в среднем, то и это течение у от r, оно тоже в каждом течении будет одно и то же, поэтому от x оно не зависит, а зависит только от радиуса, да? Если бы это у нас было чисто по азе или ламинарное течение, то мы знаем, что у от r зависело бы как-то по параболе здесь внутри, да? У нас турбулентное течение, и задача может быть поставлена так, чтобы найти у от r, да, для турбулентного течения с развитой турбулентностью. Но мне пока эта задача слишком сложна, и я хочу просто понять, как в эту задачу входит вот этот вот перепад давления, и, собственно, то, что мне, вот я задекларировал как цель рассмотрения задачи, а именно турбулентное трение. Вот как в эту задачу, вот где оно, вот это турбулентное трение? Давайте попробуем, вот если мы знаем, что нас интересует u, давайте попробуем усреднить по времени вот это вот уравнение, считая r константой. Ну, поскольку слева стоит частная производная по времени, если мы ее усредним, то получится 0, значит, получится 0, значит, здесь усреднение, 0 равняется минус d по dx катая, по и катая средняя. Ну, можно там усреднять сразу самопроизводную, от этого много не поменяется. Но суть заключается в следующем, что давайте теперь вот это вот уже немножко более простое уравнение для средних величин попробуем взять от него x-товую компоненту вдоль трубы, значит, i равно x. Ну, и запишем. Значит, сперва берем k, x-ката, это пусть будет... Тут вот эта запись подразумевает суммирование по k, по индексу k. Это означает, что я должен перебрать все координаты своей задачи, да? Если это у меня осисимметричная цилиндрическая труба, то от координаты φ в цилиндрической системе координат зависеть ничего не будет. От координаты x зависит только давление, а все остальное зависит только от координаты r. Поэтому берем здесь сперва координату r и пишем дивергенцию. Вот эта вот запись, это дивергенция тензора по и катого по координате k. Значит, в цилиндрической системе координат, значит, дивергенция выглядит как единица на r dpdr от pxr. Это слагаемая, соответствующая k, x-катому равному r. Теперь я должен взять x-кат, равное x, значит, плюс dpdx от pxx. Ну а производная по φ по углу равна нулю, поэтому это все вместе должно равняться нулю. То есть вот эта запись, значит, дивергенция плотности потока импульса равняется нулю. Причем этот импульс я взял x-товую компоненту, да. Дивергенция плотности потока x-той компоненты импульса равна нулю. Вот что здесь записано. Причем вот это у меня, чтобы было это равно нулю, должны быть стоять здесь средние значения. Значит, от x, как мы помним, зависит только давление. Вот это вот p. А вот эта вся штука в среднем зависеть даже не должна. Поэтому вот это второе слагаемое записывается очень просто. Это просто dppdx. Ну, потому что dpdx, dpdx, dpdx это единица, dpdx осталось. И теперь про pxr. Что это такое? Это плотность потока x-товой компоненты импульса по радиусу. То есть, на самом деле, вот это и есть то самое трение, которое мы и хотим найти. Вот смотрите, вот сюда мы давим с каким-то большим давлением. Закачиваем сюда этот поток импульса. Дальше x-товая компонента этого импульса распространяется вдоль трубы, пропихивая жидкость. Но часть ее оседает на стенках. В результате вот до сюда доходит меньшее давление. Вот получается перепад давления. То есть, вот этот поток x-товой компоненты импульса на стенку как раз и описывается вот этим слагаемым. И, собственно, его-то и надо найти. Но, следовательно, поскольку здесь мы знаем, что стоит, эту величину мы можем регулировать с помощью насоса, который закачивает воду в трубу. Ну, и чтобы найти этот pxr, надо просто проинтегрировать по радиусу. Получаем pxr среднее. Будет равняться минус p' Это вот эта величина. p' p' проинтегрированная, умноженная на r, проинтегрированная по r, и надо поделить на r. Так, здесь r, здесь пишем r' Это просто p' вот это, это просто константа. Которая зависит, ну, может, она даже и от x не зависит. Это просто dp по dx. Так, надо выяснить, откуда берется, от какого нижнего предела берется этот интеграл. Но с этим довольно просто. У нас не может быть бесконечной плотности потока импульса в нуле, поэтому надо интегрировать от нуля. Ну и получаем окончательно, что pxr равняется минус p на r пополам. Значит, что характерно, что на оси трубы значит этого потока нет. И это понятно, потому что, видите, от оси она в разные стороны, да, загибаются эти мои стрелочки, которые описывают направление потока. Ну и на самой оси радиального потока, естественно, нет. А, значит, чем ближе к стенке, тем он, так сказать, больше. Так, вот здесь вот штрих нужно. Прошу прощения. Вот. Ну и поскольку минус p штрих больше нуля, то и правая часть тут тоже больше нуля. Вот. Ну и понятно, да, тоже стрелочки, они загибаются в сторону положительного радиуса, значит, по радиусу. Этот поток течет от нуля к большим радиусам, к стенке. Так. Значит, вот если оставить вот эту формулу в таком виде, то решить задачу при стеночном слое нам не удастся. Потому что она будет немножко слишком сложная. и мы упростим эту формулу следующим образом. Скажем, что мы рассматриваем тонкий плоский участок, ну, где-то вот здесь, да, вблизи стенки. Значит, вблизи стенки R просто равен радиусу этой стенки, равен A. Тогда PXR среднее просто равняется какой-то константе вблизи стенки. Из этой формулы мы можем даже как бы определить, что означает слово вблизи стенки. так, и вот эту константу обзовем буквой Сигма, чтобы ее потом использовать вместо вот этого сложного обозначения Сигма. значит, как определить, вот, какой именно слой стенки, вблизи стенки мы можем описывать с помощью такого приближения, что вот этот Сигма это константа и не зависит от радиуса. Ну, для этого надо написать просто точное выражение, да, точное выражение будет такое, минус P' штрих пополам, а R это можно записать как A минус Y на единице минус Y поделить на A. Ну, вот, поэтому Y много меньше A, этого достаточно, чтобы считать что Сигма константа, да, вот это вот R. То есть, смотрите, значит, вот есть задача про трубу, есть задача про течение вблизи плоской стенки, вот это, и фактически мы говорим, что задача про трубу, если мы рассматриваем маленький кусочек вблизи стенки, там все ведет себя так же, как вот здесь. Вот, причем значит, задачу можно охарактеризовать некоторой константой, которая является плотностью потока икстового импульса икстового импульса к стенке вот эта вот константа. как только мы установили природу того, что мы собственно хотим описать, мы можем пойти по тому же самому пути, по которому шел Шликал Магоров и Обухов при описании развитой турбулентности с потоком энергии. Здесь у нас будет развитая турбулентность с потоком импульса. Там был поток, этот поток энергии передавался от больших вихрей к маленьким, к еще более мелким, к еще более мелким, а здесь этот поток импульса будет передаваться от больших вихрей к мелким, к еще более мелким. Почему? Потому что вблизи стенки помещаются только мелкие вихри, а большие и промежуточной величины они к стенке прижаться не могут. Хотя мелкие там тоже есть какие-то, раз уж это турбулентность. Итак, значит, вот есть поток импульса к стенке величиной сигма и подобно тому, как мы говорили в задаче Колмогорова и Обухова, что последовательно передается энергия от больших масштабов к маленьким, здесь точно такой же делаем тезис о последовательном передаче последовательной передаче вот этого потока импульса изнутри потока к стенке что нет таких вихрей, которые сразу из потока на стенку высаживают весь этот импульс, а он последовательно передается. Если так, то тогда мы можем воспользоваться теми же методами, которыми пользовались задачи Колмогорова и Обухова. Вот эту константу сигма надо выразить через размерные величины. То есть сперва запишем ее размерность. Размерность сигма такая же, как у давления. А у давления размерность, как у ро в квадрате. Значит, ро это килограмм на метр кубический, а в в квадрате это метр на секунду в квадрате. То есть это вот размерность сигма. Теперь вот эту вот величину с такой размерностью мы должны выразить через те физические параметры, которые могут охарактеризовать этот поток. Значит, что у нас в этом потоке, что у нас характеризует вот этот турбулентный поток? прежде всего зависимость вот это U от R или U от Y. Теперь смотрите, вот речь идет о передаче импульса от одного слоя к соседнему. Значит, эта передача импульса не может зависеть от самой скорости U, потому что если мы добавим константу к скорости этого потока и к скорости этого потока одну и ту же, будет эквивалентно переходу в движущую систему отсчета. Мы просто добавим, будем смотреть на ту же самую трубу, но и с трамвая, который мимо нее едет. И понятно, что вот этот поток импульса не может зависеть от скорости трамвая. Поэтому от самой скорости U, от Y зависимости быть не должно. От чего должно быть? от производной от производной DU по DY. Значит, если у нас эти два слоя движутся относительно друг друга, это как раз и означает, что есть какая-то производная. Но такой же эффект был, когда мы рассматривали вязкое течение и жидкости, просто ламинарное вязкое течение, там передача импульса тоже была пропорциональна DU-P-DY, но в первой степени. А здесь у нас в какой-то непонятной степени. Значит, DU-P-DY имеет размерность единицу на секунду. Это метры в секунду, поделить на метры будет единица в секунду. Значит, что у нас есть? У нас есть ρ, который килограмм на метр кубический. У нас есть DU-P-DY, которые единица в секунду. И что еще у нас тут может быть? Значит, если мы рассматриваем вот такой тонкий пристеночный слой, то вот этого размерного параметра А метр от метров этих, от размера трубы ничего зависеть не должно, потому что сам слой тонкий. Мы уже пришли к ситуации, когда этим А можно пренебречь. Вот. А раз так, то единственный параметр, от которого все может зависеть, это само расстояние от стенки, то есть Y. Если это единица в секунду, а это метры, а нам надо метр в секунду в квадратную, то это значит все надо возвести в квадрат. И тогда у нас получится правильная размерность. Но, конечно, эта правильная размерность не гарантирует, что у нас правильная константа. константа. вот здесь можно еще написать буквечку K в квадрате. Значит, это просто безразмерная константа. константа. Ее можно из эксперимента искать. А из этой теории, конечно, найти нельзя. Называется постоянная кармана. Ну, ладно. Коле мы написали, Sigma, это поток импульса на стенку, который выражается просто через радиус трубы и перепад давления. Так. Значит, плотность это тоже хорошо, определенная величина. Значит, это какая-то константа, которую там экспериментом будем мерить. А функциональная зависимость, следовательно, описывается просто вот этой вот комбинацией. Ну, следовательно, давайте ее и найдем. Вот из этой формулы найдем dU по dY. Получится Sigma делить на ρ под корнем. Значит, плюс-минус единица на Y и единица на K. Значит, U имеет размерность скорости, Y это размерность длины, здесь и справа и здесь и слева есть, это безразмерная константа. Значит, корень из Sigma на ρ имеет размерность скорости, поэтому обозначим этот корень как V-звездочка. Физический смысл этого V-звездочка мы увидим. В-звездочка Ну, кроме того, значит, у нас U от Y положительное и U на границе должно быть маленькое, значит, здесь надо брать плюс, интегрируем, получаем, что U от Y должно равняться V-звездочка поделить на K логарифм Y поделить на какой-то Y0, который определяется постоянное интегрирование. Значит, этот Y0 обязательно надо найти. Причем, ну, потому что иначе, значит, у нас это большая величина, то есть какая-то большая константа в этой скорости, с которой как-то надо иметь дело. Это первая проблема, что Y0 надо найти, а вторая проблема такая, что результат нашего решения, он выглядит как-то не очень физически, потому что если вот это Y, а вот это то график логарифма выглядит вот так. И какой бы мы там Y0 не брали, у нас все равно вблизи стенки U оказывается отрицательное. И это нехорошо. То есть вот здесь график выглядит нормально, но граничные условия должны быть поставлены честно. U на границе должно равняться нулю. Поэтому есть какой-то вот еще дополнительный слой вблизи стенки, в котором вот эта формула очевидным образом не должна работать. Ну, потому что она заведомо дает неправильный результат. Значит, что-то надо придумать новое. И что же именно? Ну, на этот счет есть совершенно адекватный ответ, что вблизи стенки пренебречь вязкостью нельзя. Точно так же, как в задаче Колмогорова и Обухова для самых маленьких вихарьков пренебречь вязкостью было нельзя. Так же и тут совсем вблизи стенки могут помещаться только очень маленькие вихарьки. А следовательно, они будут очень быстро затухать. Ну, например, можно написать число Рейнольца как функцию Y. Это число Рейнольца будет выглядеть таким образом. Я должен буду взять U от Y умножить на Y поделить на вязкость нюм. Если я скажу, что этот Y это какой-то Y со звездой и приравняю это число к единице, то я получу толщину вязкого слоя, в котором вот эта модель турбулентности, где вязкостью полностью мы пренебрегли, не работает. Значит, отсюда можно этот самый Y со звездой найти. Но это будет не очень точная сшивка. и самое главное пока еще непонятна сшивка с чего. То есть мы должны написать решение в этом самом вязком слое. То есть вот здесь у нас просто ламинарное течение. Вязкое течение. Вот здесь вот это турбулентный так сказать профиль. в средней скорости. У это средняя скорость XTV. Вот. здесь есть какой-то вязкий слой обязательно. Потому что жидкость прилипает к стенке, если есть вязкость. Ну и давайте собственно напишем решение в этом вязком слое. Если у нас есть сигма и вязкость, то надо просто взять это сигма будет равняться это на ДУ ПД ИГрек. Ну или НУ на РО. Это динамическая вязкость. На ДУ ПД ИГрек. Следовательно в вязком слое У от ИГрек равняется сигма поделить на НУ на РО и умножить на ИГрек. Сигма поделить на РО это В-звездочка в квадрате. Значит В-звездочка в квадрате поделить на НУ и умножить на ИГрек. То есть это вот эта пунктирная линия которая здесь. Значит смотрите вот этот ИГрек 0 имеет какой смысл? Это какая-то дает константу с помощью которой я могу вот этот логарифм двигать вверх вниз. А вот эта штриховая линия имеет совершенно определенный наклон. Чтобы гладко сшить наше решение нужно сделать так подбором чтобы совпали производные точки. Мы приравняем производные ДУПДИГрек которые было вот оно написано ДУПДИГрек турбулентное у нас равнялось В звездочка на К ИГрек нуля К ИГрек со звездой вот точка сшивки будет ИГрек со звездой и должно равняться ДУПДИГрек то есть В звездочка в квадрате поделить на НУПДИГрек получаем ИГрек со звездой то есть точку в которой все надо сшивать будет равняться НУПДИГрек К В звездочка найдем отсюда вот этот ИГрек 0 Значит мы сшили производное вот но еще пока не сшили абсолютное значение но их тоже можно сшить в точке ИГрек со звездой говорим что вот это должно равняться вот этому в точке ИГрек со звездой получим В со звездой на К логарифм ИГрек со звездой на ИГрек ноль равняется В со звездой в квадрате поделить на НУ умножить на ИГрек со звездой тут ИГрек со звездой сюда подставляем здесь все сокращается получается что этот логарифм должен равняться единице но следовательно ИГрек со звездой равняется 2 ИГрек нулевому ой прошу прощения не 2 а Е ну значит на самом деле константа это тоже вместо Е можно ее искать экспериментально вот и результат выглядит таким образом значит У от ИГрек экспериментальная выглядит так значит В со звездой поделить на ноль запятая 4 логарифм ИГрек поделить на ноль тринадцать по-моему да на ноль тринадцать ню и здесь В со звездой в квадрате сейчас проверю размерность значит здесь должен быть Y звездочка который вот там написан ню на КВ со звездой да все правильно то есть вот это 04013 это экспериментальные какие-то цифры безразмерные константы вот а что касается функциональной зависимости то мы ее более-менее получили и смысл еще раз повторяю следующий что это зависимость определяет профиль турбулентного течения жидкости низкой вязкости турбулентного значит с развитой турбулентностью снаружи от вязкого подслоя то есть это вот эта вот часть кривой которая с помощью значит нашей процедуры была пришита к вязкой к течению вязком подслое который дается вот этой формулой то есть полная кривая она кусочная непрерывная и задана двумя формулами вот этой и вот этой значит еще второе название название для этой формулы есть логарифмический профиль скорости ну вот видно что он действительно логарифмический но и это соответствует этому соответствует название так теперь значит получивший этот результат можем качественно описать как выглядит профиль течения в трубе турбулентного течения в трубе только качественно потому что количественно у нас не получится в трубе у нас есть еще один параметр размерный кроме игрека и уже методом размерности из-за этого мы сработать не можем однако мы можем заметить следующий факт что вот этот ду пд и производная была пропорциональна сигма до корню сигма то есть вот в звездочка это корень из сигма а сигма на оси трубы обращалась в ноль вот этот самый поток импульса на стенку на оси трубы был просто равен нулю поэтому можно ожидать что ду под и на оси трубы тоже будет равно нулю вот следовательно если мы будем рисовать от радиуса уже не от у а от радиуса скорость течения у вот здесь где-то у нас есть стенка а значит от этой стенки будет вязкий подслой да потом пойдет логарифмический профиль если бы он так и шел то на оси у нас было бы было бы не нулевая производная ну и соответственно излом которого быть конечно по физике не должно но мы заметили что если правильно все учитывать то его там и не будет то есть на самом деле где-то вблизи центра профиль сглаживается и имеет нулевую производную как ему и положено быть то есть истинный профиль выглядит вот так здесь значит какая-то часть с малой производной которая логарифмическим профилем точно не описывается значит в значительной степени ну вплоть до стенки у нас логарифмический профиль и здесь вот вязкий подслой понятно да то есть вот эту задачу мы не можем полностью во всех диапазонах во всех зонах течения описать однако качественно как выглядит профиль скорости мы нашли ну и на семинарах вы будете заниматься вопросом о том как поток по трубе с турбулентностью отличается от потока по трубе с ламинарным течением при одном и том же перепаде давления следующий параграф называется мягкое жесткое возбуждение турбулентности мы с вами уже значит рассмотрели как сценарий возбуждения турбулентности когда мы подходим к этой турбулентности со стороны значит слабой надкритичности когда только начинает возбуждаться какая-то неустойчивость которая превращается затем в турбулентное течение и рассмотрели случай развитой турбулентности когда мы уже очень далеко за этим порогом представляет интерес проанализировать как зависит средняя энергия турбулентных пульсаций скорости от вот этой величины надпорогов власти от того насколько далеко над порогом возбуждения неустойчивости мы находимся давайте введем определение плотность энергии турбулентных пульсаций будет выглядеть как ров в квадрате пополам средняя какая-то величина если мы находимся на линейной стадии неустойчивости то для этой величины w довольно легко написать дифференциальное уравнение которое будет выглядеть так dw pdt равняется 2 гамма w где гамма это инкремент неустойчивости то есть если v пропорционально e в степени гамма t то w будет удовлетворять вот такому дифференциальному уравнению причем гамма должна быть пропорционально вот скажем r минус r критическая значит над как раз вот этому где r это параметр который определяет порог возникновения турбулентности или самой самой неустойчивости дальше за порогом включаются какие-то нелинейные эффекты которые значит силы которых тоже зависит от этого w поэтому в принципе если мы не очень далеко от порога отошли то мы можем написать здесь какие-то добавочные слагаемые в виде разложения в ряд тейлора по этому самому w в значит b и c значит какие-то константы которые зависят от того как устроена конкретная система которую мы рассматриваем значит если это труба по которой течет жидкость это значит какие-то будут одни константы если это кастрюля в которой конвекция из-за разности температур возбуждается это будут какие-то другие константы ну и гамма там тоже будут разные и оказывается на основании того как именно какого именно знака эти коэффициенты b и c можно провести классификацию мягкого или жесткого возбуждения турбулентности вот первый случай который можно рассмотреть это случай b меньше нуля значит что означает b меньше нуля если мы раскачали нашу систему с помощью вот этого над критического параметра у нас w начинает расти из-за этого растет w в квадрате тоже b меньше нуля и оказывается что тогда правая часть этого уравнения начинает уменьшаться из-за возрастания вот этого w в квадрате потому что b меньше нуля как только правая часть уменьшилась до нуля значит w выйдет на стационар какой-то правильно значит стационар значит если этот b меньше нуля тот следующем слагаемом можно уже пренебречь потому что тут w в кубе а мы делали разложение вред тайлора значит это меньшее слагаемое меньшее поправка но отсюда следует что w равновесное дается выражением минус 2 гамма поделить на b ну из-за того что b меньше нуля то это равновесное w представляет собой положительную добавку значит гамма пропорционально r минус r критическое но это означает что значит вот где-то здесь я откладываю r вот это r критическое w равновесное как-то вот так вот зависит от над критичности да вот от параметра задачи значит если если нарисуем скорость v то она будет зависеть корневым образом ну понятно да потому что v это корень из w а это случай называется мягким возбуждением можно использовать в качестве параметра но конечно же бывает и случай когда v больше нуля значит если v больше нуля то раскачка каких-то там пульсаций скорости приводит к дальнейшему возрастанию правой части да то есть вот это слагаемое больше нуля эффективно как будто инкремент еще больше возрос получается да вот и значит тем не менее в конце концов по физике все все вот это вот возбуждение пульсации должно все равно выйти на стационар потому что в конечном итоге вся энергия уходит в вязкость поэтому значит если v больше либо равно нулю то мы обязаны рассматривать случай когда c меньше либо меньше нуля для того чтобы на этот стационар все-таки попасть значит снова ищем стационар выглядит он теперь таким образом теперь это уже квадратное уравнение вот это где-то ир критическое вот это кусок параболы такой и как это можно физически проинтерпретировать следующим образом предположим что мы увеличиваем значит вот этот наш параметр который контролирует турбулентность значит примером такого возбуждения турбулентности является течение по трубе тогда параметр этого этого течения будет число рейнольца да то есть тут уже не число релея число рейнольца вот увеличиваем число рейнольца и оказывается что если у нас труба довольно гладкая и входы и вход и выход из этой трубы тоже сделаны так вот выглажены чтобы там не было никаких углов из-за усенцев то это пороговое значение критического числа рейнольца очень велико может доходить до 10 тысяч вот доходим до этих больших чисел а потом таки возбуждается турбулентность и она сразу возбуждается в очень сильном состоянии и это легко понять потому что как только у нас течение перестало быть ламинарным характерный размер который входит в число рейнольца это я напомню число рейнольца это у на л поделить на ню ну ню это вязкость она одинаковая у это скорость л это характерный размер вот пока она течет по гладкой трубе вот этот л он гораздо больше радиуса эффективный поэтому мы можем добраться до больших значений скорости если л считаем радиусом то есть до больших чисел рейнольца можем дойти а как только мы попали в турбулентный режим там уже никаких вот этих характерных размеров которые связаны с искривлениями стенок трубы речь не идет потому что там уже есть вихри с размером порядка радиуса трубы ну и все и там соответственно вот этот вот чтобы выключить потом эту турбулентность надо дойти до гораздо меньших чисел рейнольца получается так что вот мы идем 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 потом раз труба загудела причем значит те кто имел дело с гудящими водопроводными трубами знают что это происходит резко да не постепенно включается гудение а вот открыли кран потом бух и загудело и значит упал сразу поток воды из крана упал значит это вот бух загудело это мы попали сразу вот сюда сразу в развитую стадию турбулентности а потом если нам хочется выключить это гудение мы вынуждены завернуть кран почти до самого конца и только тогда она наконец выключается получается такой вот гистерезис значит включается она не сразу но уж если включилась то трудно выключить это называется жесткое возбуждение турбулентности ну на этом ну собственно можем и закончить можно еще одну картинку нарисовать это как отличаются мягкий и жесткий режим возбуждение турбулентности как это отражается на каких-то параметрах переноса вот скажем можем смотреть какой-то поток тепла сквозь слой жидкости вот как с конвекцией если здесь у нас опять этот параметр R где-то здесь R критическая поток тепла он пропорционален V на T значит температура переносится со скоростью V усредненной ну и если у нас температура константа не флуктуирует то усреднение V дает 0 следовательно T тоже должно флуктуировать получается что это все пропорционально V флуктуирующая в квадрате то есть пропорционально W вот ну и плюс еще какая-то ну это турбулентный поток тепла да а есть еще какой-то фоновый поток тепла ну значит если мы это все рассматриваем то вплоть до R критического ничего собственно не происходит да вот этот вот фоновый поток тепла растет с R каким-то таким линейным примерно образом потому что R пропорционально число ренели пропорционально разница температур ну и значит поток тепла ведет себя следующим таким же образом значит в этот момент включается значит конвекция еще не турбулентность но конвекция ну которая потом может перейти и в турбулентность при больших числах релея значит этот график терпит излом ну как-то там дальше он загибается но мы уже не можем на основе нашей теории это описывать важно что всего-навсего излом а теперь представим себе что у нас было бы жесткое включение этого этой конвекции тогда бы мы сразу попали вот этот W у нас бы скакнул не непрерывно менялся СССР скакнул получилась бы вот такая какая-то зависимость вот это вот мягкая это жесткая наклон конечно же должен быть разный потому что это разные системы получаются да вот та которую мы честно описывали это было значит конвекция но в конвекции мы такой жесткого возбуждения турбулентности не видели да поэтому это какая-то другая система должна быть так ну ладно на этом все с этим параграфом и вообще с кидродинамикой следующий раздел посвящен нелинейным эффектам в теории упругости ну и вот собственно полторы оставшихся лекции мы будем заниматься этим разделом значит напомню значит основное уравнение которое с которого мы стартуем и которое получалось на третьем курсе в теории упругости выглядело примерно так если у у нас смещение вектор смещения смещение точек упругого тела от своего исходного положения то есть это вектор смещения для гранжевых переменных уравнение движения для точек упругого тела выглядело таким образом род до 2 упада т квадрат но это естественным образом ускорение элемента упругого тела умножить на плотность то есть это ну значит силы инерции да сила инерции значит была обусловлена тем что на границе элемента этого упругого тела действовали упругие силы со стороны соседних элементов вот и эти упругие силы сводились следующим следующим слагаемом ну можно это уже в уравнении можно переписывать и через индексное обозначение но я предпочту написать здесь в виде векторного значит мю это модуль сдвига к это модуль всестороннего сжатия дельта это лапласиан значит мю лапласиан у плюс мю на 3 плюс к градиент дивергенция у вот при этом у смещения то есть у это r минус r0 r это радиус вектор данного элемента r0 это его начальное положение вот ну и еще что мы должны будем использовать это тензор деформации значит тензор деформации для линейных малых деформаций выглядел таким образом деуитая по дэкс катая плюс дукатая по дэкс и т значит это собственно вот напоминание о том что вы должны были проходить на первом на третьем курсе и возможно так сказать даже и помните значит вот это конкретное уравнение там использовалось в параграфе про упругие волны про упругие колебания значит в этом упругом теле и они делились на продольное и поперечное и немножко по-разному они себя вели значит метод был такой у раскладывалась на две компоненты ут плюс уэль причем вот это ут соответствовало поперечным колебаниям уэль продольным и устроено все было так что ротор уэль равнялся нулю и дивергенция ут равнялась нулю и когда мы это все проделывали когда вы все это проделывали на третьем курсе то на самом деле там был некоторый подвох дело в том что вот такое деление на две компоненты бездивергентное и без и без вихревую не является неоднозначным делением действительно предположим что у нас есть у которая задается выражением уравняется градиент фи а этот самый фи удовлетворяет уравнение лаплас фи равняется нулю значит такое у ноль оно одновременно и вот этому удовлетворяет и вот этому то есть существуют такие деформации такие смещения для которых и ротор и дивергенция одновременно обращаются в ноль вот и для них получается что вот эта так сказать дивергенция равна нулю и этот лапласиан тоже будет равен нулю получается что правая часть вообще равна нулю и выглядит это как-то подозрительно да что же что это за деформация такая которая значит приводит к состоянию которое тоже является равновесным да было одно равновесное состояние исходное потом мы как-то деформировали эту самую среду а оно обратно не возвращается потому что ускорение это равно нулю да вот как это все объяснить вот ну оказывается что для того чтобы вот такие вот деформации действительно были и действительно порождали равновесное состояние нужно чтобы тело было неодносвязным чтобы в нем условно говоря были дырки вот рассмотрим гипотетическую ситуацию пусть у нас имеется стержень какой-то длины из упругого материала мы этот стержень взяли свернули свернули в кольцо и запаяли получили такое кольцо значит это вот произошла деформация значит а другой вариант мы взяли большую пластину проделали с помощью штампа создали точно такое же кольцо ну или там на станке выточили из куска железа значит металл один и тот же упругость у него одна и та же с виду кольца по размеру значит одинаковые и никак не отличаются да однако физически разница есть довольно существенная то есть если кольцо взять и распилить то оно распрямится и значит по пальцу стукнет а вот это распилить оно не распрямится и никакого эффекта не будет понятно да вот это вот разница называется внутренними напряжениями математически природа этих внутренних напряжений вот она здесь сидит то есть мы можем создать такие деформации которые не приводят к движению системы то есть вот в этом и в этом случае значит у нас деформация так сказать деформация как бы состояние вещества одинаковое деформация равна нулю однако здесь есть напряжение здесь нет да ну потому что мы можем считать что вот отсюда сюда какая-то была деформация но потом получилось значит то же самое вот значит что происходит и почему вот я сказал слова внутренние напряжения да но здесь пока у меня только был тензор деформации и смещений а тензора напряжения не было да вот тензор напряжений сигмой и катой имеет в упругом теле имеет такой же смысл как и плотность потока импульса вот с плотностью потока импульса в первой половине лекции мы уже имели дело да то есть это есть какой-то значит тензор дивергенция от которого должна равняться нулю если мы напишем д сигма и катой по дх катой равняется нулю то это будет уравнение равновесия значит вот это кольцо и это кольцо оба находятся в равновесии однако сигма и катой там в них разное вот здесь оно просто равно нулю потому что так сказать это из ненапряженного металла сделано все спокойно и если там сигма и катая везде равно нулю то соответственно уравнения равновесия удовлетворяются значит а здесь сигма и катая нулю не равно по-видимому раз оно так разгибается в случае чего значит к этому дифференциальному уравнению должны прилагаться граничные условия какие-то да граничные условия обычно выглядят таким образом что сила действующая на границу равняется сигма и катая н катая да ну или дскатая дскатая это элемент поверхности сигма и катая тензер напряжений ф и тэ это сила действующая на границу в нашем случае на границу ничего не действует поэтому ф и тэ равно нулю значит сигма и катая дскатая равно нулю это означает вот сигма и катая это плотность потока импульса то есть это какой-то поток а вот если сигма и катая дскатая равняется нулю это значит что этот поток сквозь границу не протекает значит не протекает границу ну и как можно организовать в этой системе поток чего-то вот ну как будто поток жидкости да у нас на самом деле это поток импульса будет вот но тем не менее поток который является непрерывным то есть линии этого тока нигде не заканчиваются не начинаются вот как силовые линии и кроме того они еще и не выходят наружу ну очевидно как надо организовать замкнутое такое вот движение по кругу правильно почему собственно я и говорил о том что там обязательно должны быть дырки если мы хотим организовать какое-то движение по кругу то оно должно быть вокруг чего-то вокруг чего-то что неустранимо да потому что вот этот вот чтобы решить такое уравнение лаплас фи равняется нулю вот одно из решений очевидных это просто ноль а кроме того могут быть разные другие решения у которых значит которые особенно много если так сказать система с дырками вот значит если у нас есть кольцо то по этому кольцу можно организовать вот такой вот поток соответственно если мы этот поток разрываем распилили это кольцо то вот этот вот поток он сразу начинает действовать на границу куда он приплыл правильно вот по этой формуле появляется сила действующая на конце они распрямляются и значит бьют по пальцу значит ну такие неодносвязанные предметы это конечно хорошо но на самом деле просто в обычном металле таких внутренних напряжений все равно предостаточно даже без дырок дело в том что мы можем перейти к пределу взять и вот эту дырку начать уменьшать и стянуть ее такую вот тоненькую тоненькую ниточку вот эта тоненькая ниточка будет называться дислокацией и вокруг нее точно так же будет циркулировать точнее не будет не обязательно будет а может циркулировать вот этот вот поток тензора напряжений вот может циркулировать а может и нет это зависит от того как мы всю эту дырочку приготовили. И таким образом мы приходим к необходимости рассматривать микроскопические неоднородности, которые могут находиться в упругом теле. Значит, давайте проведем классификацию дефектов упругого тела. Большая часть упругих тел это все-таки кристаллы, но даже если это и конкретно не кристалл, а что-то другое. Но давайте нарисуем кристалл на всякий случай. Вот это кристаллическая решетка. Точечками обозначено положение ионов. Ну и можно создать точечный дефект, засунув в эту кристаллическую решетку какой-то посторонний атом. Значит, такой точечный дефект, он создает смещение, у, которая пропорциональна единице на r в квадрате, где r это расстояние от центра дефекта, да. Ну то есть если мы от этой картины дискретной перейдем к сплошному, к сплошной среде, то получится, что если мы вставили маленький где-то такой вот дополнительный дефект, распирание приведет вот к такой зависимости у. Вот и тензор деформации будет, значит, вообще единицы на r в кубе, значит, у икаты, профессиональные единицы на r в кубе. Одним словом, зона, на которой точечный дефект влияет на структуру материала, очень маленькая, потому что вот эта вот скорость спадания, значит, тензора деформации от того места, где эта деформация, собственно, порождала, от источника, очень быстрая, да, для точечного дефекта. И нельзя сказать, что такие точечные дефекты вообще ни на что не влияют. Они, вот, очень сильное влияние, они оказывают, скажем, на рассеяние света, если это какой-то прозрачный материал, то добавка туда примесей приводит к очень сильному изменению оптических свойств. Вот, но, значит, ну и на проводимость тоже, да, это известно там по теории полупроводников, например, но также и в любых других материалах. Чем больше таких дефектов, тем больше, значит, центров, на которых рассеиваются электроны, ну и результат будет снижение проводимости. Однако, значит, на глобальные свойства вещества, вот такие точечные дефекты, на упругие свойства вещества влияют не очень сильно. То есть, они начинают сильно влиять, когда количество таких вот точечных дефектов сравнимо с количеством атомов. Тогда, значит, это, конечно, уже другой материал получается. Значит, второй вариант, значит, это линейные дефекты. Значит, такой, когда говорим линейные дефекты, давайте представим себе последовательность точечных дефектов. Возьмем и, значит, цепочку таких атомов сделаем. Но оказывается, что это не очень интересный вариант, потому что диффузия очень быстро такую линейную цепочку разбросает. И, значит, такой линейный дефект оказывается устранимый. Устранимый с помощью диффузии довольно быстро. А вот B, условно говоря, с разрезом позначимого. Значит, линейный дефект можно организовать следующим образом, который сделает его неустранимым с помощью диффузии. Предположим, что у нас имеется какой-то большой кусок вещества упругого. Возьмем нож и проведем разрез. Но разрежем его не до конца, а до какой-то как раз линии. Да, вот это та самая линия, до которой дошел нож. А потом, вот раз он у нас разрезан, мы можем стороны этого разреза что-то с ними сделать. Как-то их сместить друг относительно друга. Потом запаять и сказать, что так и было. Ну вот, и по сути дела, получается два таких основных варианта, как это можно сделать, что с этим можно сделать. Можно, конечно, любую комбинацию этих двух вариантов, но распадается, по сути дела, на два типа таких деформаций. Значит, первый тип деформации можно сделать так. Вот, значит, одна сторона разреза так пошла, а вторая пошла ниже. То есть мы взяли и искривили. Одну сторону подняли, вторую опустили. Ну и потом все это, так сказать, спаяли обратно. Значит, получился неустранимый дефект. Причем, который расположен именно вот здесь. Потому что здесь вот сам разрез, стороны разреза мы обратно спаяли. И там совместили кристаллическую решетку, и там ничего нет. Никакого дефекта не осталось. Однако, сам вот этот вот кусок материала, как легко понять, он запоминает то, что мы с ним сделали. То есть в нем остались эти самые внутренние напряжения. То есть если мы повторно разрежем, он обратно, так сказать, выскочит в исходное состояние. Но снаружи это будет незаметно. Значит, вся деформация будет сконцентрирована вблизи вот этой вот линии, до которой мы разрезали конкретно. Значит, второй вариант такой. Мы можем взять и из стороны этого разреза развести. Или наоборот, значит, вырезать оттуда клин и сжать. Вот вырезать клин и сжать. Потом спаять. То есть только не клин, а, скажем, вот такую вот плоскость. Надо сделать какой-то целый слой вещества. Вырезали, сжали и спаяли. То же самое получилось, да? То есть вот осталась вот эта линия, до которой мы разрезали. И осталась, значит, деформация и внутреннее напряжение, которое мы таким образом в это вещество засунули. Ну, понятно, что, значит, в целом не обязательно вещество резать, чтобы там такие вещи образовались. Они там могут образоваться и при ковке, при каких-то других внешних деформациях сильных. Вот. И не обязательно они доходят до края, они там могут где-то быть внутри. Но так или иначе, вот бывают, значит, линейные деформации, которые делятся на два основных типа. Вот этот называется винтовой. А это называется краевая. Значит, почему так называется? Потому что вот здесь, значит, вот эта линия является краем какого-то слоя, да, который мы туда вставили. Поэтому, значит, краевая. А здесь, как вы видите, значит, получилась вот такая вот винтовая поверхность, изогнутая вокруг, значит, линии разреза. Ну и, наконец, можно представить себе, что бывают поверхностные дефекты. Ну, значит, в металлах они встречаются довольно часто, поскольку металлы – это поликристаллические какие-то объекты. Это означает, что вот есть какие-то зерна этого металла с выделенными кристаллографическими направлениями, которые могут немножко отличаться друг от друга в соседних зернах. Значит, граница раздела между зернами представляет собой вот такой вот поверхностный дефект, да, то есть дефект кристаллической решетки, который распределен на целой поверхности. Его нельзя характеризовать линией, а это целая поверхность, граница раздела двух зерен. Значит, если угол между вот этими векторами, выделенными направлениями, невелик, то тогда такая поверхностная, поверхностный дефект можно считать цепочкой каких-то краевых дислокаций. Вот. Но не цепочкой, а так вот близко расположенными многочисленными краевыми дислокациями. Ну, значит, но если они сильно расходятся, то тогда там, значит, это просто какой-то вот поверхностный дефект, который, ну, в котором сильно нарушена кристаллографическая решетка.